Привет, друзья, с вами Шадрин и сегодня мы говорим о Фриде Кало. Кто такая Фрида Кало? Знаменитая мексиканская художница. Кто такая Фрида Кало? Жена Диего Риверы. Кто такая Фрида Кало? Аллегория таланта, помноженного на тяжкую бабью долю. Вот вы знаете, всего этого мы постараемся на сегодняшней нашей встрече избежать. Наш живый класс сегодня крайне необычный. Он будет весь построен на цитатах, потому что нам важно понять вклад художника в изобразительное искусство. Вклад этот огромен, как это ни странным может показаться. И несмотря на то, что она художник-наевист, который нигде толком не учился, у Диего Риверы она училась в том числе, она стала художником по неволе, она стала художником просто в силу тех обстоятельств, в которых оказалась. Мы об этом с вами поговорим, но нам важно извлечь урок из ее жизни, из ее женской судьбы, из ее судьбы художественной. Урок ценный и урок деликатный. Обмусоливать страдания этой женщины, выпавшие ей на долю, мы не будем. Коснемся их постольку-поскольку. Но начинаем разговор, как обычно, с типирования нашего героя. Происхождение и психотип. Кто она? Магдалена Кармен Фрида Калло родилась 6 июля 1907 года в семье Гильермо Калло и Матильды Кальдерон. Рассказывать биографию этой женщины подробно нет никакого смысла. При этом интересно послушать то, что говорит она сама. Но не совсем она сама. Ныне здравствует такая талантливая художница и литератор, как Мария Хессе, которая составила автобиографию Калло в комиксах. И от лица художницы рассказывает историю ее жизни, опираясь на дневники, которые Фрида Калло стала вести уже в самом конце своей творческой биографии. Поэтому я позволю себе цитаты, они очень интересны из этой книги Марии Хессе. Вот что как бы говорит о себе сама Фрида Калло. Моя мама была красивой женщиной, брюнеткой, с красивыми глазами и тонкими губами. Она была как колокольчик штата Оахака, очень располагающая, активная и умная. Она не умела ни читать, ни писать. Единственным ее занятием было считать деньги. Мой отец Гильермо Калло был интересным мужчиной с легкими и изящными движениями. Он был спокойным, трудолюбивым, смелым, умным и утонченным. А смелым, потому что в течение многих лет страдал от эпилепсии, но никогда не прекращал из-за этого работать. В возрасте 18 лет Гильермо Калло эмигрировал из Германии в Мексику. Там он женился на Марии Карденьо Эспино и начал работать в ювелирном магазине, где со временем познакомился с Матильдой Кальдерон, моей матерью. Первая жена моего отца скончалась во время родов при рождении своей второй дочери. 21 февраля 1898 года, спустя три месяца, он женился на Матильде и 21 августа того же года родилась первая из моих сестер. Когда они поженились, отец стал работать фотографом, как и мой дедушка по матери и построил голубой дом. Он очень любил мою маму, однако никогда она не была с ним счастлива, потому что так и не смогла забыть своего первого жениха, тоже немца, который покончил с собой. Я была третьей из четверых сестер. Кристина, моя младшая сестра, родилась всего спустя 11 месяцев. Мы всегда были большими подругами. Две дочери моего отца от первого брака были отправлены в интернат спустя немного времени после того, как отец женился во второй раз, так что я почти их не знала. Когда мне было семь лет, я помогла Матильде, которой тогда было 15, бежать в Веракрус со своим женихом. Она была любимицей мамы и ее побег привел маму к срыву. Когда мать ушла, мой отец не проронил ни слова. Мы не видели ее четыре года. В 1925 году со мной произошла первая беда. Я зашла в автобус вместе с Алехандро Гомесом Орес. Несколько мгновений спустя он столкнулся с трамваем на линии Хачемильо. Это было страшное столкновение. Удар не был сильным, он был тихим, медленным и сделал больно всем и мне в особенности. Сначала мы сели в другой автобус, но я потеряла зонтик от солнца. И мы сошли с него, чтобы найти зонтик. И мы сели в другой автобус, который разбил меня на кусочки. Это неправда, что человек осознает, что попал в аварию. Неправда, что в этот момент плачет. Во мне не было слез. Удар толкнул нас вперед, а поручень автобуса вонзился в меня, как шпага в быка. Я лежала на полу, почему-то голая, вся покрытая кровью и обсыпанная золотой пылью, которую вез рабочий. Люди вокруг меня решили, что я танцовщица и кричали «помогите, плесунь мне». Лечение помимо долгих дней дома в кровати включало в себя различные корсеты из гипса, что было хуже всего. Тогда я поняла, что боль будет частью меня всю оставшуюся жизнь. Моей матери пришла в голову идея ободрить меня, превратив мою кровать во что-то вроде укрытия. На верхнюю часть кровати она накинула великолепный балдахин и прикрепила кверху зеркало, и мама подарила мне краски. Тогда я начала рисовать свои портреты, потому что много времени я проводила одна и себя знала лучше всего. Не уделяя этому много внимания я начала рисовать. Ничто не казалось мне более естественным, чем рисовать то, что я не смогла получить. Но в итоге она все-таки встала с постели, но в итоге она все-таки встретила Диего, и они в итоге поженились. Брак их не был счастливым, в итоге он стал открытым. Это значило, что оба могут иметь любовников. Но это все в конечном счете для нас с вами не принципиально, а принципиально другое. Каким бы ни был их брак, но сама Фрида, конечно же ярчайший представитель поведенческого типа А, то есть человек, который даже в самой тяжелой стрессовой ситуации активно взаимодействует с окружающим миром. Представители поведенческого типа Б затаиваются. Мы это с вами проходим чуть ли не на каждом живом классе, посвященном творчеству и судьбе того или иного художника. Но здесь особый акцент на поведенческом типе нашего персонажа не принципиален в конце концов. А что принципиально? А принципиальные выводы, которые мы сделаем из сегодняшнего живого класса и принципиальные взаимоотношения с Диего. Вот есть такое понятие, очень важное в психологии, которое звучит как безусловная любовь. В большинстве случаев наша любовь к другому человеку, к другим людям, она то, что называется условно. Она предполагает в конечном счете взаимоотношения ты мне, я тебе. Я тебе чувства со своей стороны, я стремление к тебе со своей стороны. Ведь что такое любить? Это стремиться быть с и не мыслить жизни без предмета любви. Но взамен мы всегда хотим внимания, мы всегда хотим встречного стремления. Вот это в психологии называется условная любовь. А есть понятие безусловная любовь, которая чаще свойственна родителям по отношению к своим детям, бабушкам и дедушкам по отношению к своим внукам. Но здесь тот редкий случай, когда любовь женщины к мужчине, несмотря на все сложности, несмотря на обилие любовников, а плюс и любовниц, потому что Фрида была бисексуальна и этого не скрывала. Это вариант нормы биологической, мы с вами об этом уже неоднократно говорили на живых классах. Но тем не менее, очень интересна одна дневниковая запись. И это уже не Мария Хессе. То есть это не интерпретация. Это текст принадлежит самой Фриде. Это одно из ее стихотворений, переведенное на русский язык, поэтому не в рифму. Но тем не менее, для понимания всего того, о чем пойдет речь ниже, критично важно. Диего – начало. Диего – строитель. Диего – мой ребенок. Диего – мой возлюбленный. Диего – художник. Диего – мой любовник. Диего – мой супруг. Диего – мой отец. Диего – моя мать. Диего – мой сын. Диего – я сама. Диего – вселенная. Различие в единстве. Но почему я зову его мой Диего? Он никогда не был и никогда не будет моим. Он принадлежит самому себе. Вот такие стихи можно написать только при условии безусловной любви к человеку, не требующей ничего взамен даже взаимности. Она может страдать, такая любовь. Она может даже привести к суициду. Но она при этом безусловна. И вы меня спросите и зададите вполне законный, резонный вопрос. А наше-то какое дело? Ну да, вот такая история. Да, безусловно, любовь больной, искалеченной и вместе с тем несломленной женщины. активной, яркой, красивой, феноменально одаренной. Но нам-то что до этого? Что нам до понимания ее искусства? Ее искусство понять очень просто. Совсем просто, потому что оно примитивно. Но не в этом наша задача. Наша задача глобальна. Наша задача сегодня, на примере Фриды Калу, опровергнуть один из самых роскожих искусствоведческих тезисов, расставить точки над «и» и показать то, что так называемый символизм в искусстве, при котором обычный человек, не особо искушенный в вопросах изобразительного искусства, теряется и говорит себе «Я серая бездарность, которая ничего не понимает в искусстве. Я не понимаю, что символизирует вот это красное пятнышко над зеленой полосочкой. И что все это значит? И что хотел сказать автор?» Наше все сегодняшнее занятие посвящено как раз ответам на вопросы, что хотела сказать Фрида Калу. Но нам же предстоит, и не случайно прозвучала вот эта цитата, понять, что все это частный случай, и что к искусству вообще это не относится практически никогда, практически никогда и ни при каких обстоятельствах. Нам предстоит с вами на сегодняшней встрече понять, что сказки, которые нам рассказывали на экскурсиях, в интернет-статьях, в путеводителях, о всяких разных символических штучках, которые нам непонятны и придают веса и значимости и экскурсоводам, и искусствоведам, и журналистам, что это все пшик, что все это полная, простите, фигня. Именно для того, чтобы это понять, мы и пойдем сейчас по традиционному пути, но с одной очень серьезной оговоркой. Я ведь неспроста зачитал вам стихи Фриды и неспроста сказал вам о безусловной любви этой девушке к художнику, к гениальному художнику, у нас ему посвящен отдельный живой класс, Диего Ривери. Дело в том, что когда Фрида Кало начала рисовать, и когда она сошлась с Диего и продолжала рисовать, то в качестве зрителя выступала она сама и он. Эти картины маленькие, вот такие в основном картины. У нее нет никаких монументальных полотен, ничего этого нет. Самая большая ее работа, по-моему, это автопортрет с обезьянкой, вот такой, вот, вот. Ну, где-то примерно там 35 на 45. А все остальные маляпусенькие, вот такие. Они предназначались для нее и для него. Все. А что это означает? Это означает то, что и он, и она были погружены в контекст собственной жизни. А при чем тот контекст, спросите вы меня. А вот при чем. Представьте себе вот такую историю. Вы идете по улице поздним вечером. Проходите мимо дома, где погашены все огни, темны все окна. Перед домом лавочка, на лавочке сидит молодой человек. Вы как раз проходите мимо. Вдруг в одном из окон вспыхивает свет. Что это значит? Для вас это значит, что вспыхнул свет в окне. Все, больше ничего. Но для молодого человека, который сидел на лавочке и ждал, это сигнал. Родители уехали на дачу. Заходи. Вы поняли, в чем разница? Для молодого человека, вспыхнувший в окне свет, превратился в знак, превратился в символ. Почему? Потому что молодой контекст, прошу прощения, потому что молодой человек погружен в контекст ситуации. Они договорились, что если я зажгу свет, значит все, родители свалили. Вот так работают символы. То есть, когда нам предлагается произведение, нафаршированное символами, которые никому не понятны, кроме тех, кто непосредственно погружен в контекст ситуации, то выясняется, что такое произведение и смотреть-то не хочется. Потому что мы просто ничего не понимаем. Но для тех, кто в контекст ситуации погружен, все понятно сходу. Разумеется, и Фрида, и Диего Ривера были погружены в контекст собственной жизни. И вся символика, которой очень много в работах Фриды, она не предназначена наружу, она не предназначена вам, она не предназначена мне, она никому, кроме него и кроме нее, не предназначена. А им она, разумеется, автоматически понятна. Вот на примере ее работ мы и придем к заключению. Что все то, чему нас учили, чушь. И что в искусстве нет символизма. И что искусство следует воспринимать по-апостольски. В веселье и простоте сердца.